Протяните левую руку, посмотрите на ладонь. Есть ли у вас такая отметка? Если да, возможно, судьба целого мира будет в ваших руках. Давным-давно злой Зеро однажды вторгся в мир, принося бесконечные бедствия. Чтобы защитить мир, те, у кого на ладонях были такие отметины, сразились Зеро не на жизнь, а на смерть. Наконец, они запечатали короля Десяти Тысяч Налей Цюн Ци. Своими клятвами и мечтами они выковали орла. Он полетел на своих сильных крыльях к неведомому миру. И было дано им имя Ся Лань. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как ты можешь участвовать в отборе? Это же бред. Осторожно. Кто на меня наткнулся? Больно. Больно. Ты... ты... это же ты. Кто ты? Знакомо выглядишь. Создание молнии! А, вспомнил! Ты тот, кого вчера ударила молнией. До сих пор горелым пахнет. Бетин, ты чувствуешь? Эй, Бетин, Бетин! Что ты делаешь? Какая встреча? Кто ты? Как он смеет так холодно относиться к Бетин? Она же рассердится! Мальчишка, как ты смеешь быть таким холодным со мной? Это моя вина. Я забыла представиться. Меня зовут Бетин. Мне жаль, что тебя вчера заперли. Я прошу прощения. Неважно. Она не только не рассердилась, но и была так мила! Как это возможно? Подожди меня! Ты здесь, чтобы принять участие в выборе Сяланя? Замечательно! Я тоже. Пойдем вместе. Что? Разве ты не Сялань? Нет. Мы практикуемся только в школе Сялань. Школа Сялань? Мы с детства жили на горе Цзюгун. В этой школе мы изучаем знания Сяланя, прежде чем станем ими. Проклятие! С его появлением Бетин меня игнорирует! Мне жаль тебя. Я правда не понимаю, что в нем хорошего. Бетин! Подожди! Подожди меня! У меня для тебя кое-что есть. Чего ты задумал? Не беспокойся, не беспокойся. Смотри! Юбудон! Это тебе! Не стоит ее недооценивать. Мой папа добавил в эту булочку клевер, а потом варил на пару целый час. Сначала я хотел ее съесть на отборе. Замечательно! Эта булочка для тебя. Воспринимай это как извинение за вчерашнее. Она с клевером. Ее тщательно готовили в течение часа. Как ты могла так сделать? Мне не нужна удача. Отдай тому, кто в ней нуждается. Например, неувязку, которого вчера ударила молнией. Кого ты обзываешь? Ему? Он этого не заслуживает. Подожди меня. Пойдем вместе. Проклятие! Ух ты! Какое большое дерево! Здесь так много людей. Что она рисует? Ого! Как похоже! Она такая милая! Как жаль. Она слепа. Печалька. Нет. Как она может рисовать, если она слепа? Привет. Ты... Ты... Оказывается, ты не... Я вижу, ты рисуешь с закрытыми глазами. Рисую? Я практикую разведку. Ра... Разведку? Ты не знаешь разведку? Я... Я знаю. Конечно, я знаю. Разведка это... Это... Разведка это тип искусства Селань. Это... Разведка это тип искусства Селань. Верно. Почему это снова ты? В твоем теле есть сила Зера? Ну и что? Но... Почему в твоем теле это сила? Не знаю. Многие говорят, что тебя нельзя допускать к участию в отборе. Но... Мне кажется, ты очень смелый. Думаешь? Я смелый? Этот рисунок для тебя. Давай подбодрым друг друга. Она сказала, что я смелый. Ха-ха-ха! Ха-ха! Смотрите! Это же командир! Командир? Он выглядит как обычный старик. Сегодня день, когда мы снова выбираем Селаня на горе Дзюгун. Присутствующий сегодня из школы Селань. Те, кого мы собрали по всему миру. И те, кто пришел на гору Дзюгун самостоятельно. Хотя у вас у всех разное прошлое. У вас всех есть общая цель. То есть, стать Селанем. Позже выходите вперед по очереди. И встаньте под деревом гибискуса. Название зала будет показано на павшем листе. Пожалуйста, пройдите в зал для выбора. А сейчас давайте поприветствуем командира. Начинаем. Гонишь. Думал, он что-то скажет. Жутянский зал. Следующий. Где эта девушка? Вот бы я оказался в одной группе с ней. Я не хочу идти с ним. Читийский зал. Следующий. Читийский зал? Я не пойду в этот зал. Зал Чан Тянь. Следующий. Луантианский зал. Зал Ян Тянь. Луантианский зал. Зал Чантянь. Следующий. Зал Хаотянь. Следующий. Жутянский зал. Беттин! Я в зале учителя Раолуна! Было бы здорово. Окажись, я в одном зале с ним. Священное дерево. Прошу, направь меня в читийский зал. Жутянский зал. Здорово! Мы будем в одном зале! Беттин! Это же здорово! Мы будем в одном зале. Моё желание сбылось! Держись подальше от меня! Следующий! Хорошо. Наконец-то я. Только не читийский зал. Пожалуйста, не отправляй меня туда. Я не хочу быть с ним. Почему не опадают листья? Ни один лист не упал. Это же он, Силы Зеро, верно? Да! Ему не суждено стать Саланем. Сила Зеро в его теле повлияла на ощущение листьев. Кажется, мне нужно временно подавить Силу Зеро в его теле. Ты, Джан-Чи, ты действительно хочешь стать Саланем? Что происходит? Тело стало горячо. Ступай. Следующий! Слава Богу. Ой, точно? Я ещё не проверил, в какой зал меня определили. Что? Почему это читийский зал? Предупреждаю. Не беспокой меня. Я и правда оказался с этим парнем. Вот не повезло. Читийский зал! Кто ещё туда попал? Кто это? Следующий! Это она. Меня тоже направили в читийский зал. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Пойдём вместе в читийский зал. Хорошо. Пойдём вместе. Хорошо. Здесь никого нет. Как долго нам ещё ждать? Эй! Здесь кто-нибудь есть? Меня зовут Джан Чи. Я и... Чен Юэ. Чен Юэ. Отличное имя. Чен Юэ и я и... И тот парень там. Мы здесь, чтобы принять участие в отборе. Кто-нибудь выйдет нас встретить? Ты можешь немножко помолчать? Зануда. Зануда? Я давно уже жду здесь. За всё это время даже призрака не было видно. Я с утра даже глотка воды не сделал. Мой желудок урчит от голода. Правда. Послушай. В чём дело? Идём. Посмотрим. Осторожнее, а то арестуют как вора. Мне просто интересно. У тебя было детство? Давай подождём снаружи ещё немного. Всё нормально. Он пугает нас. Идём. Посмотрим. Летающий камень. Интересно. Разве тебя не учили не трогать чужие вещи? Почему ты повсюду? К тому же, почему ты зашёл? Не боишься, что арестуют как вора? Боюсь, вы создадите проблемы и вцените в это меня. Какие проблемы? Мне просто интересно. И хочу посмотреть. Не нужно меня тут учить. Лучше не трогать. Всё нормально. Почему пропала? Входить в чужую комнату без разрешения – это плохая привычка. Эй, а ты кто? Почему этот камень в твоей руке? Отдавай. Иначе не вини за грубость. Учитель Хэнси. Учитель? Не чувствуешь себя неловко? Джан-Чи? Да, да. Чэн-Юэ? Тогда ты Тянь-Дзюнь. Оказывается, тебя зовут Тянь-Дзюнь. Ну что, я наконец-то знаю твое имя. Отойди. Позвольте представиться. Меня зовут Ихэнси. Я Тай-Чи Ся-Лань, охраняющий Читейский дворец. Сегодня я буду отвечать за ваш отбор. Если пройдете, сможете стать Си-Сян Ся-Ланем и остаться в зале для практики. Си-Сян Ся-Лан? Ся-Лань делится на три уровня. От высокого до низкого. Тай-Чи, Лян-И, Си-Сян Ся-Лань. Цель отбора заключается в том, чтобы посмотреть, есть ли у вас потенциал и сознание, чтобы стать Ся-Ланем. Неважно, на каком уровне вы будете в будущем, враг, с которым вы столкнетесь, это порочный, жестокий Зеро. Зеро? Верно. Давным-давно Зеро вторгся в мир. Их лидер... Я знаю. Их лидера звали Чун-Ци. Позже девять Ся-Лань придумали способ подавить Чун-Ци. Я знаю, знаю. Эти Ся-Лань вложили силу в свои вещи, тем самым создали формирование для подавления Чун-Ци. Ну как, я много знаю, да? Это называется Юань-Ци. Что? Джан-Чи, сила Ся-Ланя, о которой ты говоришь, называется Юань-Ци. И те вещи, которые ты упомянул, называются божественными кулонами. Божественный кулон? Я знаю, знаю. Чтобы освободить Цун-Ци, Зеро повсюду искал божественный кулон. Поэтому одна из миссий Ся-Лань – это защита божественного кулона. Э? Это же тот камень, что мы видели. Это мой божественный кулон. Лунный нефрит. Оказывается, это божественный кулон. Я выросла на горе Цюгун, но впервые вижу легендарный кулон. Говорят, что кулон содержит чрезвычайно мощную чистую юань-Ци. Правда ли в этом маленьком кулоне такая могущественная юань-Ци? Учитель и Хэн-Ци, зачем вы принесли такую важную вещь с собой? Будь это я, я бы хорошенько спрятал такую вещь. Джан-Чи, разве ты не знаешь? Ця-Лань, обладающего кулоном, называют божественным хранителем. Они ценой своей жизни защищают божественный кулон. Поэтому всегда носят его с собой. Верно. Если однажды ты сможешь пройти все тесты и стать Тэй-Чи-Ся-Лань, ты сможешь получить шанс стать божественным хранителем. Божественный хранитель? Ух ты! Божественный хранитель! Ух ты! Господин Джан-Чи! Джан-Чи, над чем смеешься? Глупый. Хорошо. Я решил. Я хочу быть божественным хранителем. Прежде чем говорить, сначала отбор пройди. Верно. Стать хранителем не получится в одночасье. Даже если пройдешь сегодняшний отбор, в будущем нас ждет еще больше испытаний, таких как испытание божественного кулона. Испытание божественного кулона. Звучит потрясающе. Хватит разговоров. Вы готовы? Давно готов. Тогда отбор на Си-Сян-Ся-Ланя начинается. В сторону! Это... Дух Зеро? Что? Дух. Дух Зеро. Это ход Зеро. Он концентрирует всю энергию перед мощным взрывом. Но... Почему здесь Зеро? Мог ли Зеро захватить гору? Цянь-Дзюнь, держи Йонь-Ци. Зеро не знает, что кулон у тебя. Защитите кулон и найдите возможность выбраться. Отправляйтесь в зал Юн-Тянь и предупредите командира. Помните, божественный кулон важнее жизни Ся-Ланя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так быстро? Он фактически сбил Зеро с одного удара. Так потрясающе. Осторожней! Что вы делаете? Уходите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть... Есть ещё один. Учитель, вставайте быстрее. Хоть он и Тай-Дзи-Са-Ланя, он не сможет вынести нападение Зеро дважды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это за зелёная штука? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Учитель использует технику Ся-Ланя. Техника Ся-Ланя? Это один из приёмов Ся-Ланя. Падая на землю, он оставил её инси на земле, поставив ловушку. Он настоящий Тай-Дзи-Ся-Ланя. Напрасно стараешься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая мощная сила. Готово. Мы в безопасности. Учитель! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА